Утешителю души истины, и же бездесы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю приведи все лисяны, и очистины от всяких скверных, и спаси блажей души наши. И Духом Твоим Святым, управь нас в Свои святые обители. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Тимофею, святого Костола Павла, 5 глава, 18 стих. Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей толкования. Приводит свидетельство. Одно из закона, другое свидетельство Христа. В том и другом смотри, какой труд требуется от учителя. Молотить – это самый тяжелый труд. И учитель также должен быть готов ко всякого рода трудам, нуждам и огорчениям. Выражением «трудящийся» апостол показывает, что не должно искать неги покоя. Трудящийся достоин награды своей или пищи. Этими словами апостол указывает на благосостояние. Ибо если трудящийся достоин награды, то тем более пищи. Но нетрудящийся недостоин. Вопросы? Ну тут про духовное говорится, наверное. Дальше же будет как разъяснять. Я думаю, что сейчас рановато еще останавливаться. Ну вот я напомню 17 стих предыдущий на прошлом занятии, который мы последнего читали. Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. О священниках речь идет. Ну и дальше тут Игнать Тихонич комментарий на сегодняшний день дает. Ситуация в нынешней церкви вставляет желать лучшего. Не все священники трудятся в слове Божием, как должно. Это нужно признать и мы всегда молимся Господи, чтобы как должно священники, чтобы ревновали о слове Божьем. На нашем батюшке молимся и он часто с нами бывает тоже, слава Богу. Батюшка трубой ее подбирает просто неполепное. Так что помоги Господи всем так подбирать. А то я вот это. Можно? Можно. Когда в Тоголе, хотел сказать, служил, в Тоголе на службу был, и там этот Масленников Вячеслав, он сначала не читал Златоуста, а потом Татьяна Павловна с ним начала говорить, и он начал читать Златоуста. Но прочитав Златоуста, он выводы делал про Дыбунова, ну то есть про меня. Вот зачем ему это надо было, он меня вообще не знал. Я там стоял отдельно, еще облачение с собой брал, облачение стою, вроде как все. Ни разу не поговорил ничего, и все только обо мне, о сектантах, о еретиках, о раскольниках и так далее и тому подобное. А потом, когда с батюшкой встретился, говорит, это ваш такой, о, ну сразу чувствуется, вот что такое, да, такой пастор, но чувствуется сразу, ох, и это вот как раз Иуда, апостол Иуда про них говорил, лицеприятные ребята. А когда я ему предлагал с батюшкой встретиться, свозить его туда-сюда, ничего подобного, какой-то еще с еретиками, чтобы я встречался. И вот мне вообще странно, как так вот с нашей сестрой, Нина Александровна, как так происходит, там вроде бы и епископ, там же уже, и сам митрополит, а ничего не получается. Вот на этом преткновение сделали они, и все, на какой-то женщине простое. Не чтобы, да ладно, она же, знаем же все отца Якима, все, она же из его паства, что такого, ну пускай там молятся. Нет, сами приезжают молятся, главное, так все прекрасно, благостно, а сестру, она что им, что-то сказала, или что-то, письма им пишет прекрасные. Да мне бы кто-нибудь письмо написал хоть один раз, я бы только порадовался. Да и вообще, вот интересно было бы, по слову Божьему все разобрать, да, ну вот женщина стоит, что-то молится, там в храме ее выгоняют, священники, ну по слову Божьему, раз, а что такое у вас это? Да. Раньше сжигали на кострах таких сразу, раз в церковь ее не берут, значит на костер. Все, а сейчас-то не знаю, что делать с ней. Да, Мороз. Странно, да вообще, я не до такой степени удивился бы, если бы не знал Слово Божьего. 23 глава, Евангелие от Матфея говорит о таких людях. Говорят, сели на Моисеевом седалище, и ключи Царства Небесного забрали, и сами не заходят, и других не пускают. Вообще-то, это собака на сене. А по слову Божьему, куда с добром? Заодно вспомнили Христа, поблагодарили Господа. Все написано, все Господь оставил, да еще какие-то толкования через апостола Павла. У меня вот удивительно, неужели мне открыто, что никакая септантка бы, такое смирение, два года, не могла бы показать в принципе своем, потому что у них там все на гордость. Эта же женщина стоит, ну как, как у них там... Ну, о сектантах неправильное понятие, потому что они по Слову Божьему разбирают. Сектанты, это для них, как знаешь, какой-то зверь для нас. Ну, допустим, как вот снежный человек. Никто же его не видел, никто не знает, и все боятся. Так и сектанты для православных. Вроде, это кто они? Вот, я же тебе говорю пример, недавно ко мне подошел на благовестие мужик, а вы таких бахтистов знаете? Я говорю, ну да, знаю. И что, они правда детей едят? Детей едят, я говорю, может кровь пьют? Ну, и это тоже. То есть, это с тех времен социалистических, когда нам показывали, помните, фильмы в школе, в кинотеатрах бесплатно, фильм покажем, потом начинают показывать вот этот фильм, где девчонку в подвале там держали, помните, наверное, нас с этим сильно пичкали. А мы все смотрели, это кто такие там? Это сектанты и все. Они вот детей там кровь выцеживают, пьют. Все до сих пор осталось. И вот этот Дворкин, ну ладно, ты против сектантов, так ты всю правду-то расскажи, ты расскажи, в чем главная подоплека сектантства. Главное в том, что там все прекрасно и удивительно. Туда заходишь, как в рай, чаем припоят тебя, улыбаются, и улыбаются все время, пока ты там находишься. Тебе никто слова не скажет злобного. Артур, а они у всех квартиры отбирают. Вы что на этих квартирах помешались, что ли? А где они сами живут тогда? Они по своему желанию у тех, у кого есть, отдают квартиру на нужды своих там братьев, сестер, или вообще просто продают, чтобы там сделать какое-то служение. Они все это тратят-то не на какие-то удовольствия. А все сразу думают, на себя потратят машины там дорогие, купят, будут там в жиру кататься. Они даже если квартиру продали, они же это все как бы на распространение слова Христова, там Евангелия, вон они смотри куда едут. Вот в чем этот тайный, беззаконие тайна. В чем? Вроде бы все прекрасно, а идет все. Он их или дворкин шутами выставляет гороховыми, или какими-то злодеями вот такими лютыми, которых прям с ножиком там ходит Бармалей. А нет. С ними поговоришь-то, какие все прикра, одеты, как разговор интеллигентный, все. До поры до времени. Пока не начнешь, ты Словом Божьим, на их, ну на те слова, которые они говорят, но тоже и Слово Божие, не начинаешь отвечать именно по святым отцам. Что Христос именно хотел сказать. И тут сразу все тайно-сектантское высвечивается. Они до такой степени доходят, что апостол Павел, но если он это имел в виду, он не прав. А некоторые слова они прям вычеркивают у себя. Посмотришь, что в Библии с сектантами встречались, у них Новые Заветы или Библия, вот так вот на корочку посмотри, у православных ровно, ну там где Псалтырь еще вот так вот черная, зачитана, где Псалтырь обычно, там кофизмы читают или что, у них вот отдельными такими вот, раз, а тут белые идут, потом раз отдельно, вот отдельными. Ну Новый Завет там, конечно, много, а вот Ветхий Завет вообще редко-редко у них есть. Чтобы там они вот часто открывали. Ну вот тетя Алла, она у нас, она даже и ничего не говорит уже, все это нам ясно, известно, но самое главное, то, что нету там вот этого ничего такого, там никто над тобой стоять драконом не будет. Я прям сам работал с этими людьми, с пятидесятниками, с бактистами. Ребята работящие, мне только одно не устраивало в них, одно единственное, ну два момента. Первое, что они не любят работать по утрам, я прихожу в восемь часов, они в десятом только. И они сразу говорят, мы приходим попозже. Почему? У нас там, потому что были встречи в церкви, мы там поздно приходим, поэтому мы придем позже. То есть они как бы так на это уповают. А у нас все, братья, с кем работали православные, все утром любят. Я вообще готов в семи часов был. Но нельзя, потому что там же хозяева открывают, кто-то на работу уходит, ну занимались стройкой. 1 Тимофея 5.19 Обвинение на пресс-фитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Толкование. Неужели на молодого должно принимать обвинение, а на другого кого-либо нет? Напротив. Апостол как бы так говорит, ни на кого, а особенно на пресс-фитера, не сказал, не обвиняй, но даже совсем не принимай обвинение. Ибо по самому возрасту они погрешают меньше юношей. Пресс-фитером апостол называет здесь человека, достигшего старости. Так как многие обвиняются по подозрению, то и по древнему закону должно говорить, чтобы были свидетели, обличающие виновного. Но что, если они солгут? Это редко случается. И на суде это может быть обнаружено. Хорошо бы иметь, по крайней мере, двух свидетелей, потому что грехи совершаются тайно. А что, если грехи будут явны, свидетелей же не будет, а только худое мнение? Об этом выше апостол сказал. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Первое, Тимофея, Три, Си. От внешних. Ну, то есть, от неверующих. Вопросы. Ну, мне интересно, доброе мнение, это когда какие-то всех, да, что ли? Мне от всех невозможно всем угодить. А если ты будешь еще проповедовать, там кого-то останавливать, там разговаривать, доброе мнение не будет. А так вот, допустим, я поехал в Юргу, попал в Юргу, и там этот товарищ у меня, короче, по работе, ехал туда к брату своему. А брат оказался, крестился недавно. Ну, я говорю, вот в церковь попасть там, помолиться у вас в Юрге. У нас такой добрый батюшка, такой, он все так четко делает, правильно все так делает. А почему правильно? Он меня крестил целых 40 минут. Я, говорит, так курить хочу. А он, говорит, все крестит и крестит. И вот, все, 40 минут, молитву эти читает там. Я говорю, ну, а погрузил как? Че погрузил? Зачем погрузил? Все. Хисточка у него, он как надо, штаны вот так закатал я у меня, чуть-чуть там все нормально. Такой добрый, всех 40 минут. А нас там еще стояло, говорит, так, человек 20. Вот, доброта. Ну, вот, про обвинения, значит, смотрите, от внешних есть обвинения, и обвинения есть от внутренних. Ну, вот, пресс-фитера и Стаса, кто он обвиняет? Это, конечно, внутренний член церкви. И вот он учит, что если на освящении как-то говорит тебе что-то, то не верь. Пусть призовет двух или трех свидетелей. Тем более на пожилого человека. Сразу ухо востро. А есть еще и внешние обвинения. То есть люди внешние, мирские. В чем они могут нас обвинить? Не в том, что там мы проповедуем, или там что-то там, Евангелие. Нет, имеется в виду в том, что кто-то из христиан нарушает заповеди. Потому что совесть у тех неверующих тоже есть. Они тоже понимают, что курить плохо, это убийство. Пить плохо тоже. Воровать плохо. А если тем более ты еще и бороду носишь, поясок надел, и при этом прелюбодей, конечно они тебя пальцем тыкают. Чтобы этого не было. Далее говорит, если брат называется братом, а сам таким даже не есть вместе. И нужно себя плюсти, чтобы... Потому что мы в миру этом живем, не в монастыре. В монастыре там в стенах закрыты, и никто ничего не видит, чем они там занимаются. А в миру живем, каждый сосед может там... Они могут, конечно, и лгать, и клеветать, но не об этом речь. Именно чтобы... О тебе худо не говори, что вот христиане, а чем занимаются? Чтобы путь Господень не хулился. Поэтому, если когда за собой ничего не знаешь, то клевета, она, как говорится, что... Мне кажется, мне кажется, тут походит, как бы пословица уже из слов христовых. Кесарю кесарево, Божий. Ну, если ты имеешь дело с внешними людьми, которые не верят в Христа, ну, там какие-то там соседские отношения или по работе, то значит, ну, нужно так и... Работа есть работа. А Богу Божию отдавать, если... То есть, они посягнут на духовное, ты должен восстать. Если они не посягают на духовное, ну, тогда оставайся в звании работника хорошего там, или соседа хорошего. Ну, так... Ну, не праздновать с ними первое мая и восьмое марта. Вот. Дальше, очень интересный стих, значит, многие на нем что-то кают. Первое Тимофея 5.20. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Толкование. То есть, тех, которые упорствуют в грехе и которых найдешь по тщательному исследованию, обличая сильно и строго, не для удовлетворения своему гневу, но чтобы прочие страхом разумлялись. Ибо, епископу, на многих. Как же Господь сказал в Евангелии, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Но Господь не повелевает и обличать пред обществом упорствующего во грехе. Итак, что же, не произойдет ли обличение перед обществом, не произведет ли обличение перед обществом соблазна? Напротив. Больше бывает соблазна, когда не обличают всем известного грешника. Поэтому и Бог, выставляя, как бы на вид, наказал фараона из входа глава честного нового Думасора, Даниила, четвертая глава, и многих других с целью вразумить живущих на земле людей. Понятно, о чем речь. Если согрешил против тебя брат твой, выговори ему. один на один. Но если он упорствует в грехе своем, мы уже неоднократно говорили, призови двух электросредителей, потом скажи церкви. Вот об этом сейчас идет речь. Скажи церкви, то есть согрешающих, не не единократно согрешивших, а согрешающих в упорстве своем. Обличая пред всеми, то есть ему раз сделали замечание, он продолжает второй раз, продолжает, третий. Уже потом пред всех как продрали, продрали, как говорится, все стыдно стало человеку, покаялся. Слава тебе, Господи. Но еще не для удовлетворения своего гнева. Вот я такой праведный, а ты такой как фарисей и мытарь. Он может быть давно уже, как говорится, душа в пятке от страха, что ты еще раз покаялся, а мы его продолжаем. Тоже тут надо смотреть. Именно упорствующий в грехе своем. А я не согласен. когда вот говорит человек, а я думаю, что апостол Петр был там, или Павел был неправ. Вот тут сколько раз говорили, почему-то упорствую, а тут уже при семье никакого соблазна не будет. Не разговаривайте. Сколько раз вам делать замечания уже? попрощаю. Бог простит. Одно и то же. Вас уже можно против семьи. Так как может хотели все сказать, говорить его всех слухах? Да. Что, нету? Ничего нет? Как жаль, Я думал, в этот раз точно по делу говорили. Но мы это как бы все не согрешающих, а перед согрешением находящихся. когда идут занятия, я на прошлом занятии говорил, представьте, что Феофилакт, который собирался по крупицам, присутствовал бы рядом с нами. И вы бы тут такой а вот интересно было на общину Феофилакта посмотреть. У него приход был или община как? Интересно. Интересно. И на Златоустовских посмотреть интересно было бы. как он там их обличал пред всеми пришли лошади свиньи. А мы не лошади, мы не свиньи, когда слово Божие читается и свои житейские дела обсуждаете. Другого места что нет? Такую проповедь Златоуста сказал отец Виталий Дмитрия Ростовского. А никто не понял. Он говорит как? Вы приходите не причащаетесь и вы ну они как? Так они не привыкли они поняли и на него еще и жалоба поступила. Так что так можно сказать вот поэтому и когда говоришь что а вы откуда у вас как там вы сектанты там да нет православные а почему у вас на русском языке читается я говорю потому что постановление собора русского нашего 18-17 года было что община которая желает община которая желает на русском языке просто у них соборная и священник дает согласие и все и читается на русском языке так вот общину такую сначала собери которые люди которые согласились бы на русском языке когда сплошь и рядом начинают на русском а потом как батюшка рассказывал ну что когда начнем Ну, по-русски прочитали Деяния, а теперь дальше Давайте Деяния читать А я наоборот, батюшка читает А у меня колени страшно болят Я специально взял поролонку Под колено положил И думаю, то ли мне с поролонки так хорошо И прям молитва пробегает Моментально Я думаю, так, я не понял, батюшка в этот раз Какой-то проникновенный голос У него такой прям к себе Настраиваю, а потом он говорит Ну что, вопросы есть? Я думаю, что-то тут не могу понять А Игнатий Игныч когда сказал А я не, я даже Я хотел, я еще, кто-то вышел Я говорю, что-то сегодня так все понятно было Я даже не понял Я даже не понял, что на русском языке Это, но мне до такой степени Все понятно, я думаю Так, батюшка, что раньше не мог так читать? 20 лет назад, что ли? Думаю, что-то В этот раз-то, и главное, колени не болят Вот, что-то я слушаю И отвлекаюсь, и мне понятно все А церковно-славянский вот сижу Вот на этих коленках Думаю, да когда же уже эта молитва закончится-то Ну там вроде что-то раз-то цеплюсь А вот, да нет, опять дальше Думаю, вот сейчас точно концовка Нет, опять начинается Придите поклониться Я еще по языку хочу сделать такое Общаюсь в интернете с братьями Они с Украины И они образовали там киевскую православную церковь И у них в уставе молиться только на родном Понятном языке Вот и долбанули На украинском Я думаю, какие же они счастливые Что вроде в такой как бы это Но Да, с одной стороны счастливые Бочки меда, ложка дегтя Какая? То есть они эту Образовали церковь Только из-за ненависти К русской православной церкви Которая молится на церковно-славянском И молясь на украинском Потому что все русские Тоже там половины никто ничего не понимает То есть они Ничего не выиграли А мне так казалось Какие счастливые люди Что у них был до служения Полностью вся служба на родном языке Есть конечно люди Знающие украинский язык И слава богу Но когда это в отместку русским За то, что их деды были когда-то коммунистами И их дедов там немножко прижучили Простите и забыть Вот То есть у них вот Ненависть к коммунизму И вот этот праздник День Победы То есть их тоже можно понять Они не хотят его праздновать Когда один дракон пожал другого Дракон коммунизма Пожал дракон фашизма То есть они Оба дракона эти ненавидели И Бендера Он как они думают Он воевал сразу против двух Он и коммунистов ненавидел И фашистов ненавидел Поэтому он у них социальный Национальный герой Их можно понять Но когда у них и ненависть Москаляку на геляку Здесь уже понимание заканчивается Конечно То есть ненависть должна быть Против коммунизма Против фашизма Но не против коммунистов И против фашистов Коммунисты фашист Можут покаяться И они друг друга Когда там убивали Потом встречаются На Дне Победы Плачут и обнимаются Вот это вот Вот это вот Можно с этим Как говорится Порадоваться Что примирились Два дракона Жрущих друг друга Покаялись Когда бы они были Ну члены этих Два дракона Покаялись Можно записать это Записывается Но однако Они Переродились Брат Сначала То есть Из орла Сделалась голубка Ворон был черный А стала Белая лебедица Написано Что Орегненок Будет пастись Со львом Но не с драконом Дракон не покаялится Два льва Два зверя Два зверя Которые обратились И стали овечкой Это к тому Что Вообще Тогда войну вести Не надо То есть Лучше быть всего Пацифистом Ну пацифист Тот кто миротворец Блаженные миротворцы Вот и все А у нас Миротворец Это тот Который идет Душу другому Анимай такое понятие С автоматом Вот в Сирии Мы миротворец Мы сейчас мир наводим Бомбежки Голубую каску Еще один Мы там Хотим чтобы там был мир При этом убиваем Плохих людей Ну это хороших У Бога Он солнце посылает И на теми И на другими И дочь На правильных И на неправильных И неизвестно Что там этот Идиловец У него в душе Творится Конечно Они сегодня Злодеи Парад Великой Отечественной Войны Показывает Что Два солдата Два Недас Остались То есть У них уже Они друг друга Уже не ненавидят Ну а нам Христианам Нужно быть Осторожным С этими Патриотическими Движениями И политику Я проголосовал За Христа В 2005 Еще мне никакая Ни фашисты Ни коммунисты Меня не должны Интересовать Я должен Поступать Как Но интересовать Я не тебя Должны Но Политическим Движением Ты не участвуешь Чтобы брать оружие И Да Ты не участвуешь В политическом Движении Так же Как и Не идешь На выборы Ты выбрал Христа Царством Бога Это очень сложно Конечно Мне понравилось Выражение Муфтихий Мусульманин Муфтий 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 Тихий Он Знаете Как сказал Такое выражение Мне прям понравилось Это Ищите мир Под ногами У матерей А какая мать Захочет Чтобы ее ребенок Там пошел Стрелял в кого-то Или его бы убили Какая мать Захочет Я хочу Сказать Еврейская мать Она есть такая Седьмая глава Вторая Маковейская Она не на войну Посылала их Но на смерть Однозначно Посылала А мусульманские Матери Они в своих Собственных Варятся Законах И у них Умереть За Аллаха Это Великая Честь Еще надо Заслужить ее Поэтому Он говорит Одну Этот муфтий Муфтихий А там У него Совсем В душе Он знает Что там Есть Чего нет Если мать Маковейских детей То есть Она посылала На смерть Мученическую То эти Посылают Но ты Еще С собой Захвати Тоже Мученическая Они считаются У них Мучениками Разница В том Что при этом Убийцы Это идет Но видишь Что Это если Взять Коран И начать Рассматривать Его Как я На Тихон Еще С этих Библии Рассмотрел Вот Его Книга Послужила бы Толчком К миру Во всем Мире Но ее Никто не Берет Не рассматривает То есть Мусульмане Должны Согласиться Да Сначала Был Ветхий Завет И Новый Завет То есть Библия Потом Появился Коран И Какие Отклонения В Коране То есть Мухаммеда Они должны Сами Сказать Да Мухаммед Тут не прав Вот Они должны Что сказать Игнатий Тихонович Этого Никогда Не говорит Я думаю Как он Так С мусульманами Разговорит А он Ничего Про Мухаммеда Вообще Не говорит И про Коран Он Так Говорит Библия Была Первая Я По ней Ее Знаю По ней Говорю А Корана Вашего Я Не знаю Ну Как бы Так Мое Дело Скажем И поэтому Он Остается Потом Но Это Потом То Потом А вот У них Сейчас Коран Они же Не Библию Читают Они Коран Читают Нет Здесь Маленькую Поправочку Надо Сказать Игнатих Про Мухаммеда Говорит Но Говорит Цитируя Святых Отцов Которые Говорили Мухаммеде Как Он Антихрист И Те Когда Восстают На Него Как Ты Против Нашего Пророка Когда Уже В конце Так Ну Ка Иди Сюда Они Мусульмане Знаете Что Горячий И Он Спокойно Ему Ответил Что Да Так Было Сказано Давно Нашим Учителям Но Если Еще Добавить И Я С Ним Не Полностью Согласен И Не Ем Свинину Тогда Еще Тебя Не Убьют Ну Лек Нам Точно Мужки Отрубятся Они Не Рубят Они Режут Вот Режут Так 1 Тимофею 5 21 Перед Богом И Господом Иисусом Христом И Избранными Ангелами Заклинаю Тебя Сохранить Сие Без Предубеждения Ничего Не Делая По Пристрастию Впереди Речь О том Что Согрешать През Семь И Он Это Просит Сохранить Толкование Сказав О многом Выше Приведенных Словах Теперь Начинает Говорить В суде И При этом Весьма Страшно Заклинает Тимофея Он Не Постыдился Даже И Тимофея Охранить Таким Увещанием Ибо Если О себе Сказал Чтобы Проповедуя Другим Самому Не Оказаться Недостойным 2 Коринфянам 9 27 То Тем Более Не Постыдился Сказать Сия Тимофея Призывает Живон Вас Свидетеля Отца И Сына Для Того Чтобы В грядущий Судный День Если Что Нибудь Совершилось Вопреки Долгу Ему Остаться Правым Так Как Он Строго Вещевал Его Для Чего Он Присоединяет Еще Ангелов Для Того Что В день Суда Ангелы Будут Торжественно Сопровождать Господа И У Нас Есть Обычай Брать Освидетели И Важных И Незначительных Лиц И Иаков Берет Освидетели Бога И Холм И Моисей Говорит Свидетельствуюсь Небом И Землею Торезаконие 4 26 И Батак Милостив К нам Бог Что Принимает И Рабов Приводимых Вместе С ним Восвидетели Избранными же Ангелов Называл Потому Что И Демоны Ангелы Но Отверженные Будь Ровен К тем О Коих Идет Суд Чтобы Не Было Предварительного Решения То Есть Чтобы Никто Не Предубедил Тебя И Наперед Привлекая Тебя К себе Не Расположил Себя Произнести Суд И Постановить Решение Ничего Не Делай По Пристрастию Склоняясь На Одну Сторону Как Бы Так Говорилось Приглашает Себя Одна Сторона Помочь Ей Так Ты Не Делай По Сему Приглашению Вот Речь Понимаете О чем То есть Когда Какой То Спорный Вопрос Ну Давай Ветхий Завет Две Матери Она Говорит Что Ребенка Заспала Другая Говорит Что Это Мой Ребенок Как Разобраться Одна Конечно Будет Плакать Умолить Жалко А Когда Вынес Мудрое Решение Давайте Пополам Раслечем Одну Тебе Другую Тебе Настоящая Мать Сказала Не Надо Отдайте Ей Вот Она Истинная Мать Так И Судья Должен Должен Быть Беспристрастен Он Не Должен Ни На Ту Ни На Эту Сторон К Слово Сказать Вот Когда Мне Камеру Разбили И У нас Там Она Камеру Разбил И Мне Казалось Что Склоняются На Его Сторон Что Я Не Прав Я Снимал В Неположенном Месте Как Он Говорил Я Ему Тем Более Сделал Больно Руку Заломил То Я Вообще Там И Дело Не Возбудили Потом Я Написал Жалобу Все Написали Им Ответ Что Нужно Меня Допросить Перед Тем Как Отказать Возбуждение Дела Насколько Я Материально Обеспечен Что Я Зарабатываю Сто Тысяч А тут Она Плотатку Стоит Конечно Это Не Это Но И Мне Сначала Сказали 3000 Ремонт Для Меня Это Небольшие Деньги Но Когда Мне Сказали Что Камера Восстановление Не Подлежит Для Меня Ущерб Значительный Я Пошел На Днях Ходил К Участковому Перед Детям Он Мне Звонил Я Говорю Что Вы Дергаете Вы Дело Не Возбудили Жалобы В прокуратуре Отказались Зачем Вы Меня Еще Дергаете Я Ему Нагрубил Вам Когда Была Возможность Вы Ничего Не Делали Сейчас Когда Я Пожаловался Конечно Я Возбудил Тут Я Прихожу И Он Начинает Все Вспоминать Он Уже Склонился Уже Предвзято На Тот Который Я Виноват Но Я По Телефону Сказал У Меня Есть Видео Как Все Было На Самом Деле И Он Ну Ладно Давай Он Взял Эту Флешку Скачал Себе Я Посмотрю И Тебе Перезвоню Смотрите Сейчас Может Его Виталий Сергеевич Стрелков Фамилия Участковой Вот Ну Когда Я Смотрю И Там Комментарии Пишут Налицо Хулиганщина Человека Ломает Что Теперь То Если Допустим Ущерб Незначительный Так Что Я Теперь Могу Все Всем Ломать У меня За это Ничего Не Будет То Я Могу Ну Он Тоже Наверное Не Думал Что Сломает Или Схватил Вот Знаешь Вот Я Видео Пересматривал Несколько Раз Мое Впечатление Ну Я Может Быть Предвзят Ну Вот Брат Свидетель Что Он Хотел Сломать И У Него Не Получилось Поэтому Потому Что Я Сразу Руку Заблокировал Прием Болевым А бросок Был Мощный То Есть Он Вот Такой Понимаешь Со Злобой Понимаешь Видно Сразу Неожиданный Бросок Кобры Резкий Удар Был Потому Что Хрустнула Камера Ну Мониторчик Он Говорит Я Хотел Закрыть Это Уже Лож Если Ты Хотел Закрыть Ты Вот Так Сделал За него Так Или Вот Так Я Не Хочу Чтобы Меня Снимали Зачем Мне Зачем Мне Камеру Закрыть Я Отвернулся Все Все Так Делают Когда Притоны Снимают Никто Камеры Не Ломает Которые Не Хотят Чтобы Их Видели А Он Кто Был Дежурный Он Торговец Иконами Был Понимаете Он Торговал Он Говорит Я За День 40 Тысяч Зарабатываю Ты Мне День Ты Мне Должен Понимаете А Мы Бесплатно Раздаем Конечно У него Кто Это Такие Бесплатно Раздают Все Торгуют Это Не Наши Это Сектанты Какие Пришли Зачем Этот Соблазн Все Торгуют Все Приезжают Он С другого Города Приехал С Барнаул Зачем А Там Уже Никто Не Берет Рынок Насыщен Сюда Наши Бабки Все Слупят Все Иконы У меня Умам Ставить Уже Некуда Все На каждую Купить Зачем Столько Много Сколько Игнать Тихонич Пережигал На каждый Случай Свой Божок Это Язычество Понимаете Меня Шокирует С Николаем Чудотворцем Я Б столько Могла Им Сказать Когда Значит Гробы Разрушают Это Гробокопатели Кощунники Святодация Когда Церковь Святая Вытаскивает Из гроба Ребро И еще Хвалится Это Ребро Возле Сердца Левое Достает Везут И люди Толпами Стоят Но Это Я не знаю Мы верим В живого Бога И мы Николаю Чудотворцу Поклоняемся Мы же Верим Мы же Не против Его Мы так же И молимся Кто Сказал Что Надо его Могилу Разрушать Кости Вытаскивать И возить По городам Чтобы люди Это Как будто Он так Не услышит Если Кости Его не Поцелуешь Не было бы Спроса Не было бы И предложения Страшно Все Языческое Вот Это Все Деньги Нужны Деньги И главное Это Церковь Вся От Патриарха Донизу И как Так На таком Уровне Все Не Просвещено Я Не знаю Что Мне страшно Что Делаешь Деньга У меня Поля Понимает Что Неправильное Мне тоже В интернете Там У них Есть На свой счет Оправдание Мне в интернете Скидывали Но я даже Считать Не стал Вот Игнать Тихонич Так А Святая Церковь Так То есть Там Какой-то Ну Хочет Игнать Тихонич Ну Я В прах В прах Возвратишься Зачем И много Свидетельств В житиях Святых Почему Они Это Не Приводят Которые Были Против Этого Против Того Чтобы Их Мощи Резали За Деньги Деньги Корень Всех Зол Сибролюбия Так Они Вроде Бесплатны Как Туризм Это Православный Туризм Это Очень Доходный Бизнес Люди Собралась Там Четыре Тысячи Километров Накормить Надо Продать Им Всякие Ладанки Иконки Надо Вот Она Вся Целевая Аудитория Потенциальный Покупатель Акция Приходят Вот эти Вот Каждый год Мы ходим Шоу На крещение Устраиваются Проруби Вот это Все А там И пирожки Бесплатные И все Это реклама Для того Чтобы люди Неленностно Посещали Храм И приносили Деньги То есть Говорят Чаще Исповедовайтесь Чаще Прочащайтесь Они Подразумевают Чаще Жертвуйте Приносите То что Торговля В храме Христос Торгашей С храму Изгнал А если Уж кто-то Бесплатно Раздает Такому Такому Не то Что Камеру Сломать Это Если Ты Ему Покалечишь Это Ты Руку Свою Раздает Я Все Не Верю Что Все Священники Чаще Причащаются Только Для Того Чтобы Они Я Полагаю Священники Тоже В это Верят Хотят Чтобы Люди Исповедовались Грехи Себя Снимали Так Поголовно Нельзя Говорить Я Поголовно Не говорю Я Недавно Смотрел Одного Есть Очень Много Священников Которые Душу Выкладывают Чтобы Люди Уверовали Это Бог Если Бы Придя В Храм Человек Получил Б То Вера Отслышание Слова Отслов Божия То Человек Приходит В Храм Все Пишут Об Этому Что Он Не Получает Там Учения Если Бы Там Было Научение Как Ихидатор Курсы Велись Как Должно Вопросов Нет Чаще Ходите Исповедуйтесь Но Вот Я Недавно Смотрел Ролик Сейчас Пост Идет Ну В чем Обычно Страсть Какая Чрево Болие Мы Ее Придавливаем И На этом Успокаиваемся А там Еще Семь Параллельно Идет Гнев Блуд Свебролюбие Зависть Все Если Мы Только Заодно Беремся То В те Переливается Все Он Так Схематично Все Показывает И Получается У нас Круговорот Грехов В природе Понимаете Как У воды Вот Это Вот Взболтали Она Опять Осела То есть Не происходит На исповеди Очищение Не происходит Очищение От грехов Происходит Выскнем Пока Никогда Ты Этот грех Больше Не делаешь То есть У тебя Ненависть К этому Греху Как Мы Считали Как Мы Уже Не рабы Греху А мы Греху Служим И говорим Батюшка Мы Греху Служим Батюшка Мы Греху Служим Прощаюсь Тебе Сыну И Опять То же Самое Вот Поэтому В чистоте Я Нужен Достойно Приходи То есть Батюшка Как Нас Мудро Учит Возьми Один Грех За Один Пост Выжги Его Из себя Зачем Повторять Увы Это Начало Покаяния Покаяния Должен Прийти И Конец Если Мы Будем Увыкать Я Такой Ленивый 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 Надо Устараться Я В Александра Мерского Хожу Там Перед Постом Как-то Была Там Тоже Батюшка Проповедь Была И Говорит Что С грехами Боритесь Не Только С тем Что Вы Не Кушаете Во Время Поста Ну Это Я Слушала Например Церковь Когда Все Так Говорят Надо С грехами Бороться Не Только С едой Как У Неверующих Если Бросил Курить Начал Пить Бросил Пить Наркоманить Начал Он Брех Никуда Не Девается Без Христа Увеличивается Он Из одного В другое Вроде Победил Курение Ему Страсть Другую Учает Там В Блуд Там Как Вот Почему Говорят В пост Все бабки Злые Не Доедают И Он Просто Чревогодие Погасили Оно В гнев Все Они Раздражаются На это Понимаете То есть Нужно И в этом Себя Ущемлять И в том И в том И в том То есть Параллельно Все Средить Внимательнее Я такую Передачу По радио Слушала Получается Как Сообщающие Сосуды Чрево Убрал Гнев Возрос Гнев Убрал Сребролюбие Начинал Убилость Раздавать У тебя Там Зависть Пошла Корреспондент Парень По радио Решил Там Женщина У нас Верующая Корреспондент Он решил За компанией Попробовать Паститься Я Попастился Они Как Я Что Мне Еще Рано Это Сразу Правильно Гнев Прехал Мы Сейчас Пошли В крестный Ход Опять Живот Кто-то С верою Может быть С глубокой И Для него Полезно Это будет А кто-то Ведь Многие Ну Пошли А мы Туда Приехали А нас Даже В храм Не пускают Мы Приехали С благовестием Весь Коробейников Все Обошли В каждый Дом Заходили А нас В храм Не пустили Мы Заходили Потом Уже Гнали Тихо Ничего Езжайте Отсюда Уезжайте Уезжайте Ну Если Такой Коробейников У всех На устах Почему Вы Почему Во всей Деревне Только Два Новых Завета Или Один Мы Нашли Почему Вопрос Потому Что Правильность Развитела Деньги Деньги То есть Да Христос Говорит Если Меня Гнали То И Вас Будут Гнать Так Что Если Меня Слушали То И Вас Будут Слушать Но Гнать Будут И Ненавидеть Будут Поэтому Мы Если Так С нами Поступать Значит Мы Христовы Да И Все Желающие Жить Благочестивого Христе Иисусе Будут Гонимы Желающие Жить Желающие Вот У нас Есть Желание Жить Благочестиво Благочестиво Это Нести Слово Божье Это Для Того Чтобы Желать Жить Благочестиво То есть Нести Слово Божье Нужно Родиться Свыше А Это Очень Много Зависит Там Идет Троекратное Погружение В воду И не Просто Троекратное Потому что Там Кто-то Кого-то Попросил Потому что Ты знаешь Что это Правда Истина Христ Тоже Сказал Так нам Надлежит Исклонить Всякую Правду А где Правда Там И Вера Тихо Вот я не знаю С самого начала Как Вера У меня Появилась Я хотел Страшно Правду Знать И я Был Вот Как Сейчас Украинцы Ненавидят Коммунистов Я так Ненавидел Коммунистов Но Не так Совсем Они Там Что-то Памятники И так Далее Но у меня Были Такие Мысли Там Памятник Ленину Там Взять Его Взорвать Динамит Был Я На шахтах Работал У нас там Динамит Завались Там Все было Огневой шнур Туда Засунул Под памятник Долбануло бы Только Кулачки пошли Но у меня Все время Что-то Сдерживало Кто-то Сдерживал Меня И Я силы Тратил Не на то Чтобы думать Как взорвать Или еще что-нибудь Как-то Кого-то Ударить Коммуниста По кречи А Узнать Еще больше О Слове Божьем Я узнал Что есть Не жития святых А То что Читается В церкви Нет Жития святых Которые в церкви Читаются Они называются Читии Минеи Вот как Они называются Я узнал Есть читии Минеи Я думаю Что такое Хочу достать Читии Минеи Доставал Доставал Короче достал Читаю Это краткие Жития Оказывается Я такой Прочел Думаю Так я многое Уже читал Так это же Жития святых Там больше Еще написано Я тогда начал Жития святых Уже искать Ну так вот Постепенно Походил Причем Рядом священники Были Никто никогда Не подсказывал Что есть толкование Или что Никто не говорил Библию И Новый Завет Я взял только потому Что прочитал Мастеру Маргариту Вулгаков Меня расподобил Взять Библию В руки Вот это вообще Невероятно Игнатий Тихонович Когда мы с ним Начали разговор Он говорит Этот сатанист Он там Я думаю Как сатанист Если этот человек Меня побудил Взять в руки Слово Божие И потом Когда я начал Там уже Тогда лучше Разбирать Там и так далее Я понял Что Так по другому Писать в то время Нельзя было Нужно было До такой степени Ветивато замухлевать Все Чтобы коммунисты Просто взяли И книгу эту Не разодрали Как Библию И она в конечном итоге Сохранилась Сейчас ее изучают И никто ничего не понимает Потому что Толковать должен Верующий человек А Игнатий Тихонович Ее боялся Хуже горькой реки А сейчас Ничего Пересматривает По 10 раз Особенно в начале Когда на патриарших прудах Волант этот Ну как бы сатана Беседует С одним там Поэтом И еще там Одним писателем Великим Советскими Которые говорят Что Христа нету Нет Первое Первое было Что Христа нету Он говорит Ладно Христа нету Ладно Согласимся Нету А говорит А сатаны Тоже нету Сидит сам Сатана С рогами Перед ними Сатаны Ти нету И они Хором отвечают Нет Он говорит Это здорово Вот это очень хорошо Вот это и надо мне Вот это и надо И это мы знаем По житиям святых Что самое Великое Что сатана Сделал Это он Себя замаскировал Что его нету Есть злые силы Есть там Негативные явления Какие то есть Там призраки Есть А зла Как существа Нету такого А Евангелие Будете читать Оно есть Библия есть И Христос есть Но потом Потом Вам сейчас это не надо Зачем Вы сейчас живите Нормальной жизнью А бабки Там уже они Видите бабки Одни ходят И тогда там Все будет у вас хорошо Когда бабками будете А потом сам же говорит Так и вот Вся беда то в том Что человек Не просто смертен А внезапно смертен Ты думаешь по одному Что до пенсии заживешь Тогда начнешь Библию читать А дожил до сорока А дожил до тридцати А может и до двадцати В двенадцатилетние девчонки Три Шагнули одновременно С двенадцатиэтажного дома Вниз Двенадцать уже Вот как хитро подкрадывается И часто это бывает Так вот почему-то Одни девчонки Пацанов ни разу не слышал Пацаны в юношеском возрасте А девчонки в двенадцатом Да, да, больше девчонки Почему так вот Надо думать Женский род Наверное здесь Все-таки Сатана действует На стратный действие Да, да, не рода без ума Я вот не знала Тоже Я сатана Ну говорили там Не чистый дом Да все тоже Пока вот это вот Бугакова не прочитала И я Половину книгу Прочитала И уже дома боялась Эту книгу держать Мне вот такой страх взял На работу унесла На пути-то читала Во время обеда Там все Он мастер-магарита? Да И что? Мне такой вот страх появился Никогда я Это не чисто сильно Не боялась в то время И не знала О живом он ее писал Да? Да Мне удивительно было Почему я боюсь так? А название, которое он давал Этой книге Не мастер-магарита Называлось оно Евангелие от Сатаны Есть Евангелие от Иуды Там нашли Там еще какой-то А это Евангелие от Сатаны Его не было, конечно Но его стоило придумать Правду скажу И когда ты уже открывается Все это Так вот это вот Повествование о Христе Которое там Как бы якобы о Христе Это Сатанат Эту транскрипцию дал Чтоб люди не спешили Ко Христу Да, был такой Был, был Персонаж был Но спешить к нему не надо Пилат лучше Чем Сатанат уже получился Вот как 1 Тимофеев 5.22 Рук ни на кого не возлагай поспешно И не делайся участником В чужих грехах Храни себя чистым Толкование Апостол дошел И до главнейшего Чем преимущественно Держится церковь То есть до хиротонии И говорит Не возлагай поспешно То есть не по первым И не по третьим испытаниям Но неоднократно И тщательно исследовав Так как это дело Небезопасно А каким образом? Так как ты виновник того Что совершит он в будущем То поэтому Ты становишься Участником Как благих его дел Так и греховных Но ты виновен И за прежние его грехи Потому что Презрел их И сделал тьму светом А не дал ему Оплакать их И прийти в состояние сокрушения Храни себя чистым Здесь А целомудрие Дает ему урок Вот Видите Что Где Есть такая поговорка Спешка нужна В двух случаях При ловле блох Какой еще там Не помнишь Вот Но у нас Как дела Обстают Отучился в семинарии Все Диплом получил Дело обстоят А Это Игорь Атлетиков Батюшка Он отучился в семинарии Глядя Нормально Никто его не исследовал Как тут пишет Наверное Ну почему исследовали И оказался в зарубежной церкви Слава Богу Вот батюшка Пример батюшки И прямо о его жизни Нужно написать книгу И пускай священники В семинарии ее учат Я думаю так Из трех выбран был один Потому что Сохранить себя В истине крещения Я думаю Что мы еще многое узнаем А как Небеса еще покажутся Расскажите Погромче Когда хотели Всех трех же Павел Игнатий И Аким Их всех трех Взяли для того Троих Троих Взяли для того Чтобы им Ну Как-то научить Подготовить И вот они находились же вместе Они выучились Все трое Только Не приняли сам Не Не приняли сам А потому что Они потом При обучении Не поняли Что Игнатий Что вот так Павлу Что уже Игнатий Не достоин Нет Игнатий Не принял Это не его Он сам Он сам Что это не для него Не его Здесь так говорится О тщательном исследовании То есть Аксиас Анаксиас Достоин Недостоин То есть Всякий раз При рукоположении Если кто-то один Допустим Скажет Анаксиас То есть Недостоин То есть Ему не имеет права Они сами Рукоположить Полагать Я не знаю Я ни разу На херотонии Не присутствовал У нас был Дьякона Дьякона Когда И Женя Тоже И брат И Сашу Все вместе Аксиас 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 Ну Там вот Можно сказать Что Тщательно Исследовав Было Или Полагать Почему Нет Конечно Они все На глазах Были Что Женя Что Александр Просто То что у них Там в голове Дальше действует Им надо было Им бы надо было Ну как Я не знаю Ближе К народу быть Ближе к братьям Благовествовать И так далее Что один Не благовествовал Что другой Не благовествовал Не выдержали Искушения Не выдержали Искутаний Таких Которые Господь послал Что Женя Что Александр Александр Вообще Сказал Посмотрел Интернет Насмотрелся Вот его Беда-то Интернет И сказал Все Все Уже Наши Архиереи Согрешили В зарубежной церкви Они уже Все В московской Патриархии И мы Тоже Перейдем Это он Сказал Десять Назад Если не Больше Уже Наверное Лет Как бы Не Четырнадцать Мы Переходим А мы Не Переходим Он Уже Там Сколько Галя Галя Говорит Уже Я Приезжал Он Говорит Вы Уже В Патриархии Я говорю Почему Я Не Знаю Ну Потому Что Вам Батюшка Еще Не Сказал Я Говорю Ты Думаешь Наш Батюшка Сохранит Это В тайне Что Мы В Московской Патриархии Я Говорю Ну Ты Даешь Говорю Это Надо Очень Не Знать Ничего О нашей Общине Когда Батюшка Начал Поминать Патриарха Саша Там Галя Сказала Саша Ну Вот Все Вот И Понятно Теперь Все Хоп Опять Что Ничего Непонятно А я Смотрю На Нину Александру И думаю Упаси Господи От Таких Судей Подарки Превращают Написано Превращают Суд Слышишь Превращают Суд Подарки Взятка Деньги Не только Не взятка Подарки Просто Подарки Кому То Что Подарили Или Титул Или Власть Или Славу И Это Тоже Превращает Суд Потому Что Страх Идет А вдруг Признать Ее Признать Признать Вот Эти Может Книги Скажу Ты Книги Признаешь Это Как Идет От НК Выдошников Страх Такой Очень Сильно Далеко Распространяющийся Он Бьет Не только Рядом А Как будто Как Камень Воду Бросаешь И волны Бегут До самого Побережья Сотни Километров Так и Здесь Этот Страх Он Здесь Стоит Перед Ним Всего Женщина Слабая Женщина Уже Она Не Молодая Да Она Не Молодая Уже И Главное Была 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 Бо Она Такая Старая Страшная Смощенная Струха Такая Миловидная В таких Красивых Одеяниях Она Всего Одевается Как Девочки Как Не взглянуть На Это Какое Смирение Какая Покорность Какое Упорство Я Тогда Ну Все Тут Можно Нет Ничего Внимание Не Принимается Только Одно А Как Бо Нас Потом Не Прикрыли Ой Я Куда Пойду Работать На Струху Что А Я Уже Только Могу Командовать А Я Люблю Власть И Все А Самое Главное Что А Вот Только Ты Начал Говорить О Нине А Мне Кажется Она Пока Здесь Была Она Как Бы В Ограде Была Ну Конечно Отправили И Пошли Клоски По Заковушку Да И Как Она Стала Как За Оградой За Оградой То Есть Не Была Охрана Вокруг Нее И Господь Оставил Овцу Одно Без Охраны И Она Билась 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 Столько Испытаний Принесла Мало Того Что Одно Испытание Потом Еще Тут Это Вообще Не По силе Бог Дал Ей Испытания Вот Что Значит Быть За Оградой Христовой Она Не Была Не Была Не Была Община Это Ограда Это Заба Я Прямом В смысле Име Ввиду Она Не За Оградой Была А Она Высилили Ее И Нигде За Оградой Церкви Не И Господь Дал Ей Была Есть Нет Я Не Не Я Духовном Плане Духовном Ты Не Была Сестра Мы Понимаем Тебе Все Понятно Можешь Уже Не Объяснять Мы Поняли Тебе Что Близко Не Такое Смирение Это Мне Смирение Он Зашел Когда И Говорит Он Нину Александру Можно Пример Привести Нашим Тоже Сестрам Здесь Ее Маленьким Тоже Надо Которые Разговаривают В храме В нашем Уже Вот Выселить Вас За Пределы Храма Будете Под Дождями Под Сригами Как Она И Будете Знать И Будете Там Молчать Уже Зуб На Зуб Не Попадет А то Разговаривают Разговаривают Ну Нет Как Говорится То Сестра Одна Подойдет То Виктор Андреевич Что Там Люди Подходят Ко Мне Ну Брать И Сестры И Говорят Там Разговаривают Там Разговаривают И Детишек Главное Не Воспитывают А Все У Всех Все Хорошо А Дети Разговаривают В храме Я Почему У вас Дети Разговаривают В храме Понятно Вы Молчите Дети Разговаривают Вы Хотите Совет Как Отучиться Разговаривать Сказала Слово Следующее Борисовслужение Сказала Сразу Вышла И там Чтоб Тебя Никто Не Видел Не Слышал Вспоминайте Нину Она Молится Почему Я Все И Будете Вместе С Ниной Она Там А Вы Там Все В своем Собственном Хране Подаградой И Не И И Самое И Главное Самое Интересное Я Не Слышал Ни Одного Брата Ни Одного Брата Который Разговаривал В храме Который Разговаривал В храме Один Только У нас Есть Чтец Но У него Дети А так Как Он Не Эгоист То Ему Приходится Делиться С ними Словами Своими Ну И С ним Тоже Говорено Чтобы Не Разговаривал С Тут Говорится Что Рук Ни На Кого Не Возлагай Поспешно И Не Делайся Участником В чужих Грехах То Есть Говорится О Рукоположении Священни Однозначно Вот У нас Я Свидетель Тому И Сам В этом Был У нас Очень Много В церкви Причем Бракоразводных Дел Я Сам Видел Когда Ходил Туда Разводным Письмом Вот Кипы Такие Стоят Повенчались Он Их Знать Не Знает Венцы Возложил Поспешно Тоже На Меня Тоже Я Не Верующий Был Совершенно Какой Там Церковный Брак Мимоходом Заехали На Загс Ну Ладно Давайте Тоже По Молодости Да Да Не Об Этих Я Говорю Об О Поспешности Я Говорю Об О Спешности Но Если О Поспешности Священники То То В этом Та О Других Таинствах Тоже Надо Немножко Влюстишь Такое Же Брак Брак Не Так Уж Важно Да Но Это Для Кого То Не Важно А Для Тебя Если Ты Врачуешься И Вот Она Женщина И Вот Она Тебе Через Два Или Три Месяца Или Допускай Даже Через Три Говорит Слушай Что Ты Мне Не Нравишься Мне Васька Больше Понравился Уже И Что Дальше Делать А У Нас Есть Некоторые Такие Примеры Ну Не Совсем Такие Но Есть Это Очень Прискорбно Прискорбно Не Приведи Господи Просто Иногда Саш Волосы Дымом Стоит Причем Дети У меня Даже Не Снится Такое Очень Мило Я Так Боюсь А тут Спокойненько Ты Не Знаешь А Я Вас Не Знаю Давайте Повенчаю Быстренько Деньги Заплатите Так Подожди Ты Не Знаешь Сначала Так Это Дерующий Нет Так Это Сколько Трудиться Батюшкам Надо Вы Представляете Сколько Люди Женятся Больше Чем Умирают Я думаю Выпадают Потому Что По Не Одному Разу Еще Приходят А Если А Если Он Раз И Запечатал Это Как Отец Павел К К К К К К К Возьмите Евангелие Они Пошли Быстренько Купили Там Евангелие Прибежали Вот Иконки Еще И цепочек Там Че Только Нема Покупали Вот Так Ну Это Тоже Пригодится Все А Теперь Занятия Они Че Поп Сразу Поп У них Уже И Потом Пошел Ты И Прямый Матом И Ушли У нас И Другой Спокойно У нас Там Столы Говорят Уже Ты Че Тут Нас Мурыжешь Мы Сказали У нас Всего Два Часа Быстро Да В камне В камне Туда Приезжают С разных Деревень У него Общинка Своя Он Сам Благовествует Ходит К нам Приезжает За Визитками За Евангелиями Что есть Мы тут Делимся Вот Он По весне Он Приезжал Тут С Игнатих У нас Дебаты Сколько Ему Дать Визиток Игнатих Ничего Ему Не давать Он Привозит Карасей Говорю Хоть Дайте Ему Визиток Ничего У нас Самим Визиток Не хватает Да У нас Евангелие Есть Мы сейчас Евангелие Отдаем Не просто Визитки Ну Короче Дал Выделил С морского Плеча Пожалуйста Пришла На прием Я С Матвеевич С моим Врачом И При первой Веселье С врачом Он Глядя на Меня Потом Все это Когда У меня Заканчивалось Прием И он Говорит А вы Кто По вере А я Говорю Православная Он Говорит Нет Вы Баптистка Я Говорю Нет Я Православная А он Говорит Трудно Поверить Говорит Что-то Это Это Сначала Это Мягенько А потом А сейчас Прямо На полном Серьезе Они Приглашают Что Эта Женщина Она Должна К нам Ходить Приглашайте Ее Баптистам Говорит Когда вы Начнете Объяснять Что они Не в церкви Нет Подождите Это Сказали Когда вы Начнете С ними Дебаты Дискуссии Так сказать И вы Начнете Доказывать По слову Божьему Вы Увидите Совсем Других Баптистов Мне Этот Баптист Потом Говорит Ну Что-то И так Подошло К тому Что Ну А как Тогда Вы К нам Относитесь Я говорю Я Как Вам Могу Относиться Ну Как К самозланца Он Так Остолбенел И говорит Тюни Но Я От вас Этого Не Конечно Они Добрые Все Но Они Недалекие Потому Что Узость Когда Вы Особенно Расскажете Они Про Иконы Скажут А Вы Начнете Рассказывать Не 20 Главу 20 Все Понятно А 25 Главу Исхода Это Исокия И Так Вы Сказали Вы Еще Не Читали Да Просто Сказали Они Ничего Не Поняли Они Это Не Читали Они Это Не Сопоставляют Никак А Когда Вы Прочтете Они Вот так Посмотрят Потом А В 20 Главе У них Пленка Одна Заряжена Но Вы Еще Раз Вы Слушайте Столько Ж Долго Будет Это Потом Вы Скажете А В 25 Написано Господь Я Говорю Тебе Господь Я Говорю Тебе Моисею Сделай Сделай Они Будут Смотреть Потом Вашу Возьмут Гибелью Посмотрят Сделай А У Тебя Они Будут Это Долго Все Вот Так У Нас Только Яблоки А у Вас Яблоки Альвы А Херувимы Нет Но Я могу Херувимы Это Согласны Это Согласны А Вот То Что Вики Святых У Нас Признак Православной Христианской Верой Они Признаны И Мы Их Имеем Но Это Идолопоклонство Это Все Это С Этого Не Содвинешь С места Но Я Не пытаюсь Особенно Я Так Сказала Что Они Тоже Растут Ну Идолопоклонством Не Занимайся Не Отрицай Того Что Были Эти Люди Они Братья Наши По Любви Вот И Все Любовь Я Думаю Тогда Можно Сказать Ну Вот Тогда Когда Львы Появятся С Херувином Тогда И Начнем Немножко Разговаривать Вы Даже До Иудеев Не Доросли Первую Икону Сам Христос Прислонил К лицу И Царю Послал Первую Икону Вторую Лука Богородицу Рисовал Апостол Ангаря Тоже Не Просто Богородицу А С Христом Младенцем Интересно Как Младенца Рисовал Ладно Он Богородицу Она Была Христа Как Он Рисовал Младенца По Памяти Как Святой Дух Святой Дух Может Быть Нет Это Не Пописание А Для Несуществует Это Апостол Подсказывал Верон Звотов Давайте По Одному Все Старые Все Участие Приняли Это Хорошо У нас Редко Это Бывает Тесный Круг Вокруг Нина Александровна Глянь Все Близко Поближе Чтобы Ее Очень Хотят В Объятия Любви Уж Тебя Там Не Приняли Зато Здесь Принимают Тебе Слезами Ноги Уже Омыли Считай И Волосами Отерлись Так что Она Нет Она Не Одна Вы Сказали Как бы Иллегорически Я понял Все Это Она Никогда Одна Не Была Просто Она Далеко Живет Я Поэтому Вчера И сказал Сестре Что Говорю Александру Совсем Долго Не Долго Я Начал Забывать Как Выглядит Она Все Рассказывает Так Приятно Слушать Первое Тимофея 5.23 Пей не одну воду Но употребляй Не много вина Ради Жил Брат Я читаю Слово Божие Давай узнаем Сколько времени Узнаешь Дай Паузу Да нет Время Брат Там у тебя Часы Он не понимает Сколько там Натикало Натикало Там Час Час Тринадцать Час Тринадцать Все До До Двадцать Еще Пятнадцать Пятнадцать Еще Пятнадцать Первое Тимофея 5.23 Впред Пей не одну Воду Но употребляй Не много Вина Для Ради Желудка Твоего И час Их Твоих Недугов Видишь ли Что Имея Столько Недугов Тимофей Еще Истощал Себя Употреблением Воды Научи Научись И от Вина Добродетели Об Об этом Пространие Сказанного Святого Иоанна Златоуста В начале Так Называемой Книги Проповедей О Сатуях Но Кажется Тимофей От природы Был Болезненный Человек Подвергался Недугам Не Желудка Только Но И других Частей Поэтому Апостол И прибавил И частых Твоих Недугов Больной Был Тимофей Но Однако Это ему Не помешало В юношеском Возрасте Стать Пресвитером Но Юношеский Возраст Надо понимать Что 18 В то время Юноша Был 30 И более Не меньше Как Не Как Не от воды Как Он заболел Ну Неправильно Как Не от воды Он одну Воду Пил То есть Как На воде И хлебе Говорят А он На одной Воде Сидел Без хлеба Просто Водичку Попивала Ну Пастился А что Себе Я вот Тоже Попастился Всего Мне Неделю Хватило Шесть Дней И Готово А потом Последние Слова Мне сказала Тетя Рассказывала Села Ко Мне Так Врач Так Как Она Возрастом Кстати И По Другому Я Так Я Вроде Как Уже Сознал Ты Теперь Ни В коем Случай Без Воды Нельзя Вы Понимаете Ваш Организм И Маслица Тоже Вы Там Поговорите Со Своим Священником Маслица Маслица Тоже Много Тоже Нельзя Ну Немного Понимаете У вас же Все Не Принимает Организм Так А Лекарств От Вашей Болезни Нет Что Значит Я Здоровый Лидер Ну Да Вы Здоров Я Все Понятно Грю Вы Мне Так Что Рассказывать Я Думал Сейчас Что Там Скажет Дорогой У У Вас Неизлечимая Болезнь В Голове Она Мне Говорит У вас В голове Болезнь То Есть Для Ненормально Отказывается От воды Там И Так Большой Срок А Это Не Для Записей Как Пункти Это Не Для Записи В Суде Медбрат Который Печатает Все Печатает Раз Такой Сел И Такой Раз На Меня Она Я Первый Раз Встречаю Человека Который Когда Пастится Не Пьет Воду И Не Ест Масла Он Такой Здоровый Я Думаю Ты Чего Ясно Что Ты На Мясе Весь Понятно Думаю Ну Ты Бадушка Не Уж Ты Постоянно Ест Жуешь Конечно Думаю Тоже Она Воздерживается Как Так Не Видало Я Даже Удивился Немножко Не То Что За Себя Порадовался Она Не Учалась С Верующими Ну Видать Верующие Не Пободались Что Ты Из-за Поста Попал А Я Другого Придумать Ничего Не Могу Они Говорят От Чего Это У Вас Они Меня Спрашивают От Чего Это У Вас Я Начинаю Расскажу Как В больнице Колени Они Внимание Не Обращают Потом Когда Начинаю Говорить А Мне Сказали Похудеть И Я В больнице Стал Поститься Потому Что Пришел Пост Еще И Постюсь Они Ну И Все Попастились Как Не Пил Двое С Половиной Суток И Не Ел Шесть И Как Не Ел Ну Немножко Что Ел Молочко Творожок Да Ничего Не Ел А Как Это Вы Не Ели Шесть Суток Можно Я Про Тебя Думала Как Ты Заболел Тогда Скорее Всего Лекарство Колени Лечили Сильно Это Лекарство Было Как То На Печень Повлияло Это Не Только От Того Скорее Всего Это Лекарство Тебе Дало Спровоцировало Спровоцировало Еще Ты Помог Вот Этим Голодом Лекарство Через Печень Нужно Питаться Мне Не Только Это Лекарство Стали Мне Там Столько Уколов Стали Скорее Всего Печень У Тебя Просто Лекарства Частично Нейромосла А Ты Голодом Помог Вот Лекарство Печень Траванул Простите Братья Сестр Сглупил А Че Сглупил Всех Так Лечат Ну Кого Мы Надеемся Да У Каждого Своё Восприятие Лекарства Видите Пост Это В животе А Коленки Они Ниже Я Подумал Ну Ничего Не Будет Живот 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 Брат Болит Голова А Копиан Лечище Врач Он говорит Когда я второй раз попал Он мимо пробегает Ты такой Так Дыбунов Ты опять здесь Такой как этот Я говорю Да вот Сидрах Рунивич Попал Что-то Вот опять Он говорит Так Я же тебе говорил Что у тебя Болезнь не здесь Не в желудке Я говорю Как А где В голове В твоей И такой повернулся И побежал Ладно Говорит Я просто Лежу Я говорю Я понял Даже любой укол Любая таблетка Все через печень Проходит А вот сейчас Бунтовала С печень Ну да Давай Поджелудочная Тоже Вместе с печенью Сейчас ученые Проводили опыт Лет 10 Наверное Проводили опыт Одних Там Кормили Поели Других На голоде Томили И оказалось Так Группа Которые на голоде Бывает Что они День не ели Но не так Что ты 6 дней Такого не было У меня 3 Так же Вот В течение недели Они могли Это Их на голод Солить И вместе Когда вот Они провели Испытание То оказалось Что голод Убирает Из человека Всякие болезни Умирает Болезнь От голода И человек Начинает У него Иммунная система Восстанавливается Иммунная система Борется С заболеваниями Уничтожает Все И они Потом Ни одной Таблетки И за ними Они вообще Выздоровели Выздоровели от тех Болезней Которые были Хронические А возраст Возраст у них Разный был После 40 После 50 После 60 Вот такие возрастные И сказали Что Господь Сотворивший Человека Вложил Человека В такие Возможности Что Сам Человека Надеясь Ну надеясь На Бога Скорее всего Что завтра голодаю Нет Не проголодаю Сам не голодаю А просто Речь Речь Тебя лечили А ты взял Приду вам Золот Это вообще Можно я Проболеть Тоже Покажу У нас не голод Так Когда У меня было Два понятия Есть голод И есть пост Ты уж резко Это тоже Голод Печень Пост Главное пост Голод Это все Задумки Сатаны Дайте ведущему Лекарств Много Так подожди Ведущий хочет Помнишь Когда у меня Была болячка Вот эта Онкология Мы не это делали Химию И лучили Это не Те может Лекарства Там покруче Там такая Ядерная бомба Организм И я Ему И мне Врачи Строго Насрока Запрещали Какой там Поститься Только То Как Вилли Проходило Он Сам У меня Была Угроза Лейкопении То есть Мне нужно Было Пиво Сметана Мясо Чтобы Мне Лейкоциты Поддержать В крови Потому что Удар по лейкоцитам Было Но я Поверил Тебе Болящему Особенно Надо поститься А мне Не хотелось Поститься Потому что Я От вкушения Сметаны И пива Конечно Я Это Хорошо Я Угольничал В этот момент Тем более Я прикрывал Что Я же Болящий Мне Нужно Жизненно Необходимо Сметана И пива Сметаны И пива Еще Водки Чуть Чуть И вообще Это Полно Ты счастье Но Брат Говорит Такой болезнью Тебе Как раз Болящему Нужно Поститься Как Неболящему Который Здоровый Ему Не так Необходим Пост Потому что Страдающий Плотью Перестает Грешить Страдать Надо Плотью А как Я страдал Плотью Сметана Сметана С пивом Но я Но я От лекарств Конечно Страдал Но Когда Я Попробовал И мне Врачи Так же Тебя Разглядывали Почему Ты заболел От поста А меня Вот так Заглял Почему Я выздоровел От поста То есть От чего Потому что Они мне То 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 А я Говорю Я вот Это Что Вы Мне Говорили Не стал А я На Ночи Это Что Ты Принимал Я говорю Молитвы И Пост Сразу Раз Такая Поверь Вашей Да Будет Вам То есть Я в это Поверил Я поверил Что Уцелитель Пантелима Мог Исцелять Болезни Я в это Поверил Когда Я в житей Почитал И все Стало Молиться И получилось Исцеление Так И слуга Сотника Мы сегодня Читали Скажи Только Слово И выздороветь Он верил В это А брат Он просто Ну Ему сказали Вес Бросить Рад Стараться Ну А что Да не Тем более Пост Пошел Я что Нужно Жрать Ну что Конечно И там Особо Жрать Нечего Да нет Там нормально Готовят Причем Нет По болезням Нормально По нашему Постному Там Готовят На вокзал Уже Концовка У нас Все Я вас Могу Довести А Или Сергей Ты Довезешь Ну Сейчас Решим Боже 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 Господь Завис Свет На Истину Уладь Дитя Богородица Присно Блаженную И Принепорочную И Матерь Бога Наша Честнейшую Люк Ярубин И Славнейшую Бессравнение С Рахим Без Искрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величай Господи Благодарим Тебя Что и в этот воскресный день Ты собрал нас у ног Твоих Прости нас Если в чем Пригрышили мы Словом Или помыслом Невоздержанием Распусти нас С миром Саделай так Чтобы из поста Мы выходили Чище Лучше Честнее Дай силы избавиться От Страстей Согрешений Господи Чтобы этот пост Пошел нам на пользу И чтобы мы вышли Как Святые апостолы Петр и Павел На пропове Чтобы На страшном судении Оказаться нам Бесплодными Хвала Тебя Чести Поклонения Отец И Святой Дух Аминь За путешествий Подождите Сейчас мы разведем вас За батюшку За путешествий Благословно Господи Господи Как некогда Спутешествовал Ты Луке и Клеопе Поспеши Господи На помощь В путешествии Нашему Батюшке Отцу И Акиму И сестре нашей И всем братьям Кто Путешествует Ездит на этих Колесницах Новых Помоги Господи Чтобы не было Таких страшных аварий Которые Господи Даровал Ты Как испытания Этим людям Верующим В этой Германии Этой девочке Маленькой Которая так пострадала Даром Господи И нашим чадом Брать Пример со всего этого И быть верными Тебе Господи Творцу Чтобы В час Огненных испытаний Ты мог Господи Помочь Им И нам Всем Благослови Господи Потеряющих Братья Трудящихся Сейчас На этих Нивах Своих И нам Здесь Господи В благословенных Трудах Чтобы можно было Уделять нуждающимся И жить с тобой Господи Творцом Со Словом Твоем Святым И слава За Всего Отечественного Святого Духа Аминь Я это тогда Лину Александровну Отложу Я через Павловский Тогда уйду Я не через площадь Я могу Татьяну Кузьминишну Тебе нам Тебе нам Татьяну